Оттестировано на более чем 1000 литров, а на более чем 1000 литров нам показывала скорость 100 тысяч на 20 секунд. Простые транзакции, то есть не исполнение смарт-контракта, а простые проводки с одного счета на другой. При latency порядка 250 миллисекунд. На самом деле latency — это наша сейчас основная и главная боль, потому что вторая тема после микроплатежей для нас — это гейминг. Потому что мы видим, что децентрализованные игры — это огромный потенциал, и это возможность для игроков, наконец, начать обладать теми артефактами, которые они в игре получают, обладать своим героям, потому что, по большому счету, я думаю, что вы все понимаете. Играя на централизованной платформе, вы этим артефактом не обладаете, этим героем не обладаете. Вы просто ее уберете в аренду у хозяина этой платформы. Ну, в принципе, объяснять преимущество DLT, я думаю, что публике, которая здесь собиралась с собой не нужна. Ну, также понятно, что на нас пытается развиваться гейминг. У нас очень такая законопослушная фирма. То есть мы провели токен-сейл SST-комплайн. Мы потом с SST проводили несколько дополнительных сессий, похожих на судебные, то есть где они должны были нас обвинить в нарушение какого-нибудь закона. То есть, но они сошли с нами на том, что мы действительно полностью соответствуем SST, вот с законом 2023 года. И, соответственно, провели достаточно образцовый токен-сейл. И сейчас готовим проекты, которые на нас заходят тоже к токен-сейлам, которые соответствуют требованиям SST. Есть вопрос. Это больше инвесторов в американском, да? Большинство инвесторов на данный момент американских. То есть очень много территорий было закрыто из-за того, что мы не смогли национальное спиндензорство совместить. Например, из бывшего Советского Союза были только три Прибалтики и Молдавии. Поэтому я спрашиваю, то есть были люди... Не было даже Японии. То есть не было Японии, не было Китая, не было Вьетнама. То есть большей частью Восточной Азии не было в массовом цели. На самом деле в институциональной цели у нас есть инвесторы, и российские инвесторы есть, и китайские инвесторы есть. Ну и Япония, естественно, это вообще у нас одна из опорных стран, то есть да. Простите, а у вас американские инвесторы, получается, заходили на премию, а у вас нет никаких нарушений по Азии? Да, у нас американские инвесторы должны были подтвердить... То есть не вот эта бумажка, которую люди обычно сами себе подписывают, о том, что он председатомный инвестор, а с нормальным обоснованием, то есть у нас прайсы проводили анализ бумаг, которые были предоставлены. То есть мы очень большие деньги потратили на то, чтобы... То есть у нас краудсейл где-то в ноль сошелся, то есть мы на него потратили почти столько же денег на нем получили. Ну, не совсем так, но первый четвертый денег ушло на проверку достоверности фактов, которые переставили инвесторы в процессе краудселла. Для нас это было важно. Для нас было важно показать, что десентрализованная платформа может быть законопослушной, может работать в правовом поле нормальном, и что мы можем привлекать проекты, которые тоже будут законопослушными, будут работать в нормальном правовом поле. Ну, то есть и в случае, если это будет фронт какой-то, то мы сможем и в своих рамках привлечь, и в рамках правового поля государства, в котором этот проект зарегистрирован, или в котором он действовал, или в котором он проводил по концерту. Какой статус вашего токена в американской юрисдикции? В американской юрисдикции у нас сейчас токена фактически нет, потому что мы с Афром его продавали, и, соответственно, у нас токен в конце февраля, его юрисдичный статус должен быть регулирован. Сейчас сам наш юрист по этому поводу работает. Какой будет? Ну, сейчас это утилити токен. А будет? Ну, мы увидим, как он будет. А то еще неизвестно. В общем, а какое будет решение? Ну, скорее всего, это все-таки атанция утилити токена, но с очень большим количеством ограничений. То есть это будет какой-то очень четко прогрессивный утилити токен. А можно вам вопрос следующий? Да. Вот когда бы от вас разограмовалась, какая у него была целевая аудитория, и какую задачу решала? Мы просто сегодня с утра говорили, Сергей Борисович рассказывали, то есть когда инженер что-то придумал, это должно иметь некое применение и решить какую-то задачу. Вот какую задачу пытался решить всех крах как до кого? Понял. У нас основная история, на которую мы смотрели, это малый и средний бизнес. Который делает проекты. Который, да, делает проекты, который развивается на платформе, который использует платформу для своих каких-то целей, в том числе для микроплатежей, например, потому что микроплатежи дают возможность развивать микробизнесы. И микроплатежи дают возможность, например, развивать благотворительность совершенно в других масштабах, совершенно в другом виде, чем они сейчас существуют. Ну, кстати, вот в Москве победил проект, неудивительно, посвященный благотворительности. То есть здесь понятно, что... А какие задачи стояли, когда ее платформы? Ну не то, что разрабатывали, я понимал, что была некая идея, но может быть какую-то задачу решали. Да, производительность должна была быть как бы выше, чем у Visa MasterCard 24 декабря в 8 часов вечера. То есть запускаем сразу туда, понятно. Да, да. Соответственно, мы должны были позволить latency, то есть должны были добиться latency, которая позволяет аркадные игры играть на этой платформе. И, соответственно, мы должны были сделать транзакции, чтобы их стоимость была меньше 0,09$ и чтобы эта стоимость не выросла в дальнейшем. Можно сказать так, что вы проектировали новую цифровую валюту? То есть новый тип цифровых денег. Здесь вы скорее так получили, потому что без этого никак. Понятно, невозможность компании, которая будет запускать свои микроподдержи, то есть для возможности с посольством, но по большому счету не решали этот вопрос. Да, очень интересно. А как ты с разом с Лианами? Ну у нас сейчас есть в проектах компания C-Ledger, которая меняет визитные союзы, потому что, как бы, ну, Лиан с Мансом они решили не обращать внимание даже на банки, потому что понятно, что Мирбанк там на Римпле сейчас сидит, и, в общем-то, на Римпле развивается. Поэтому мы пошли ниже. То есть Лианами Союз — это аналог микрофинансовых организаций. И мы сейчас их объединяем, у нас достаточно бодро проект этот движется, и через него будет происходить обмен на доллар, ну, как раз это будет. В расчистской юридикции мы не работаем? В расчистской юридикции мы будем развиваться. Может быть, с там? Нет-нет, здесь у нас есть потенциальное партнерство с двумя банками. Ну, там, скажем, мы ведем переговоры с одним крупным банком, который хочет свою программу опинирования. Это не Сбербанк, поэтому я скажу, что это аналог Сбербанковского «Спасибо», который пытается выпустить на нашу программу. Да, бонусную программу. И микрофинансовые организации, к сожалению, не в Рудалаке, поэтому мы с ними... Я приношу извинения, если есть другие, но пока... Вопрос начнется с тем, что Вы сказали о применимости для микро платежей для МСП, микро бизнесов. Хотел бы понять, какой пример, например, в рамках российской юридикции возможен применение в Вашей системе? Прием платежей или что? Потому что бонусы — это бонусы, это не деньги, это не пиаты. Это не для банка, а для кейсов, возможно, я не знаю, а для МСП я не слышал. Ну, смотрите, у нас пока российские проекты с российскими странами, которые входят, и их именно с российской локализацией бизнеса на данный момент нет. То есть у нас все проекты, которые сейчас пошли, они на глобальный уровень ориентированы. Ну, вот, например, в диджитовом коллекции Network они строят сеть тестирования. То есть так, чтобы каждый человек, который скачал себе и установил ноду в диджитовом коллекции Network, он может участвовать в нагрузочном тестировании, в функциональном тестировании любого софта. То есть понятно, что здесь операция может стоить десятой доли цента за секунду, он может предоставлять свою мощность на секунду считанную, а потом отбирать обратно. То есть в учетах вознаграждений просто? Да. А сегодня еще маленький вопрос. Вы сказали, что в середине все 100 миллионов потратили на то, чтобы не дали берификацию? Нет, не 100, а из 20, у нас 100 миллионов это был институциональный сейл и 20 миллионов краудсейл. То есть у краудсейла была основная задача раздать как можно больше монет людям. Понятно. Потому что потом, когда мы POS запускаем, чтобы у нас было как можно больше форумов. Спасибо. Спасибо огромное.